Хорошие новости для ценителей северной поэзии. Вышел в свет первый сборник лабытнанского поэта Владимира Остафьева-Колесникова. В двухтомник вошло несколько сотен стихов, написанных автором в разное время. Красной нитью в них проходит тема любви к своей малой родине и неповторимой природе Крайнего Севера. Отдельную нишу в творчестве поэта занимают стихи о Великой Отечественной войне. Поздравила автора с премьерой книги моя коллега Ирина Волокитина. Владимир Остафьев-Колесников работал на закрытом ядерном комплексе. Служил бортпроводником на красноярских авиалиниях. Был сотрудником окружного департамента. В моей трудовой книжке много записей, говорит мужчина. Двойная фамилия ему досталась от прадеда, который очень хотел сохранить ее для своих потомков. Фамилия была достаточно знаменитая в Сибири, потому что было большое хозяйство. Первое, они трудились, помогал строить церкви, потому что в то время пошло Столыпинское переселение. Очень много образовывалось маленьких новых деревень в Красноярском крае. И он организовывал церкви, и он был церковным старостой, имел магазины оружейные. В семье сохранилось несколько старинных раритетов. Среди них почерневшие от времени ножницы, позолоченный крест и медаль 19 века за участие в Парижской выставке. Свою родословную Владимир изучил до 1600 года, исследовал родовые места. Поселок Остафьевка называется. Это на бывших землях моего прадеда. Это была заимка. Бабушка вот мне показывала. Это была заимка. И самое интересное, в истории, наверное, это не записано нигде, потому что, когда отступал Колчак, он был четыре дня на нашей заимке. Бабушка была там, потому что его разгромили когда, и вот он уже уходил на Иркутск. Тема «Малой Родины» проходит красной нитью в творчестве Владимира Анатольевича. Краснодарский край славится своей природой. Там растут вековые деревья и необычные для холодного края растения – розы и лилии. Среди горных рептов и прозрачных рек расположена родная деревня лабытнадского поэта. Утро нежным теплом заполняет комнату. Свет струится в окно золотой рекой. Я приехал домой в детство босоногое. Из зеленой тоска стало никакой. Пирогов свежий дух в комнатах разносится. Мама в русской печи ставит квасники. Книга, которую держит в руках Владимир Анатольевич, еще пахнет типографской краской. В свет вышел первый двухтомник его стихов. Останавливаться на достигнутом, конечно, поэт не собирается, но и планов на будущее не строит. Так можно Господа рассмешить, улыбается автор. Это еще его прадед говаривал, который очень хотел, чтобы фамилия Астафьев-Колесников сохранилась в истории. Ирина Волокитина, Сергей Антропов, программа «Время местное». Спасибо. Спасибо.